Сегодня мы говорим... Владимир Путин провел телефонный разговор с Николаем Пашиняном. Российский лидер обсудил с армянским премьером выполнение договоренностей Еревана и Баку, достигнутых при посредничестве Москвы, в том числе по армяно-азербайджанской границе. Затронули и дальнейшее взаимодействие России и Армении в ОДКБ. Ереван как раз председательствует в этом военно-политическом союзе. По просьбе Пашиняна президент кратко проинформировал о ходе переговоров с Соединенными Штатами и их союзниками по вопросам безопасности, сообщает Пресс-служба Кремля. Британский МИД рекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздержаться от поездок на Украину без крайней необходимости. А Вашингтон уже в понедельник планирует начать эвакуацию семей сотрудников посольства в Киеве. Об этом сообщил журналист американского телеканала Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников. В Госдепе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, а лишь отметили. Всегда тщательно готовятся к непредвиденным обстоятельствам. США продолжают нагнетать обстановку вокруг Украины и пытаются навязать всему миру свое видение происходящего. На это направлен и документ с громким названием, распространенный все тем же Госдепом. «Факты и вымысел. Российская дезинформация по Украине». В нашем МИДе сегодня дали подробный ответ и объяснили, где на самом деле факты, а где вымысел американский. Михаил Акеченко изучил текст. Вообще-то это была российская идея сделать переговоры по новым гарантиям безопасности с Соединенными Штатами и НАТО максимально публичными. Цель понятна, чтобы впоследствии ни у одного из участников не было соблазна попытаться трактовать или даже переврать суть вопроса. В англосаксонской терминологии для такого случая существует специальный термин «фэйрплей» в переводе «честная игра». Однако формат открытости, предложенный Москвой, Вашингтону по каким-то причинам не подошел. И американцы решили сыграть в принципиально другую игру под названием «Сам дурак». По крайней мере, такое впечатление возникает, если вчитаться в содержание бюллетеня Госдепартамента США под названием «Факты и вымысел. Российская дезинформация по Украине». Вот, для примера, один из тезисов этого документа, который продвигают американцы. Развертывание более 100 тысяч российских военнослужащих, включая закаленные в боях боевые соединения и наступательные вооружения без правдоподобного объяснения к границам страны, в которую Россия ранее вторгалась и до сих пор частично оккупирует, это не просто ротация войск. Это явная возобновившаяся российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины. Новое в этом тезисе, пожалуй, только то, что он впервые сформулирован в виде официального документа. Конечно, это совсем не тот документ, который ждут в Москве вот уже более месяца, с тех пор, как были опубликованы российские предложения по гарантиям безопасности. Но в отечественном МИДе не стали тянуть с ответом на публикацию и сделали это открыто. Россия регулярно проводит на своей территории военные учения и осуществляет внезапные проверки войск. В то же время США размещают свои вооруженные силы и наступательные вооружения в странах Восточной Европы в нескольких тысячах километров от своих национальных границ, чем подрывают европейскую безопасность и стратегическую стабильность. Поставляя вооружение и направляя своих военных специалистов на Украину, они поощряют агрессивные действия киевского режима против собственного населения в Донбассе. В Госдепартаменте обеспокоенность Москвы продвижением НАТО считают чрезмерной и в качестве доказательства на масштабной карте наглядно показывают, насколько незначительна протяженность российской границы со странами Альянса. На малограмотного человека, возможно, это и произведет впечатление. Но если учесть, что эта граница может значительно увеличиться за счет Украины, если вспомнить, что на территории Болгарии и Румынии за последние годы развернут позиционный район, причем с ракетными пусковыми установками, способными уже сейчас достать до российской столицы, что в странах Балтии проводятся НАТОвские учения, на которых в качестве потенциального врага неизменно фигурирует Россия, поневоле задумаешься, действительно ли движение Альянса на восток не направлено против России, как утверждают в Годдепартаменте, и можно ли вообще называть НАТО оборонительным союзом, отвечают в российском МИДе. Альянс запятнал себя неправомощной с точки зрения международного права операцией против Югославии, вторжением стран-членов НАТО в Ирак и Афганистан, а коалиция союзников приняла участие в варварском разрушении Ливии. Подобная политика не имеет никакого отношения к пресловутой обороне. И, конечно, вряд ли подходит под определение обороны накачка Украины летальным оружием. Военно-транспортные самолеты Великобритании и США только на этой неделе доставили в Киев несколько десятков тонн боеприпасов и ракетных систем. И ни для кого не секрет, что все это будет отправлено в Донбасс, жители которого уже несколько лет на военном положении и в условиях экономической блокады со стороны Украины. Но об этом в докладе Госдепартамента ни слова. Так что российским дипломатам пришлось документ серьезно поправить. За помощь она не обращалась, никаких правомодушений, направленных на то, чтобы было видно, что она запоминется, или там тонет. Никакого не вызывал никаких сомнений. Быстро оказание первой медицинской помощи, которая была достаточной для того, чтобы ее отвезти в больницу и продолжать оказать ревенционные какие-то мероприятия. То есть в бассейне она не утромана. Дело в том, что каждую свою акцию, каждую свою агрессивную битву неоднократные проверки выяснили рост потребно-обзора, которые ей уже указали на эти нарушения, которые отсутствуют. Яркий пример тому пробирка Колина Пауэлла, которую в 2003 году на заседании Совбеза ООН демонстрировал бывший госсекретарь США как доказательство наличия химического оружия у Ирака. Что было в пробирке неизвестно, но этого хватило, чтобы американцы уничтожили Ирак. Только химического оружия там так и не нашли. А когда в 90-м году другой госсекретарь Бейкер давал гарантии СССР того, что НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток, ему тоже поверили и тоже зря. Именно поэтому в российском МИДе подчеркивают, в Москве ждут письменного и постатейного ответа на предложения по гарантиям безопасности. Перекладывая на человеческие отношения, на слово вам никто не верит, давайте расписку. Предложения, которые были сделаны России, они требуют ответа. Ему стало плохо. Он бегал искал доктора по всему клубу. И постатейно должна была спасти, да? Понимаете? И ровно поэтому эти документы, эти предложения были опубликованы, дабы, не был выхолочен смысл, не был извращен смысл. В Вашингтоне все же пообещали отправить письменный ответ до конца следующей недели, и кое-что о том, каким он будет, можно предполагать уже сейчас. Мы изложим в письменном виде серьезную озабоченность, которую мы вместе с нашими союзниками и партнерами испытываем в связи с действиями России, а также идея о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем. Озабоченность и идея – это, конечно, совсем не гарантия, на которых настаивает Россия. Впрочем, даже так сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники. Американцы попросили все же сохранить их ответ в тайне. Ведь так удобнее, в случае чего отыграть назад и отказаться от своих слов. Ну а пока же, как сообщил телеканал Fox News, Госдепартамент распорядился с понедельника начать эвакуацию семей своих сотрудников из Киева. Михаил Акинченко, Кристина Иванова, Денис Воронцов, Первый канал. И еще о сложных отношениях России и Соединенных Штатов. Вашингтон без объяснения причин отказался выдать визу нашему космонавту Николаю Чубу, который должен был отправиться в США для тренировок на макете американского сегмента МКС. Об этом информагентством сообщил источник знакомой ситуации. В Роскосмосе все происходящее назвали прецедентом, который ставит под удар безопасность Международной космической станции. Глава госкорпорации сообщил, что запросит позицию НАСА по этому вопросу. Подчеркнул, в Москве никому в голову никогда не приходила идея отказать в визе какому-нибудь американскому астронавту, который приезжал в звездный городок, готовиться к полету. Инцидент уже прокомментировал американское посольство в Москве. Там заявили, что, в принципе, продолжают выдавать визы российским космонавтам. Но отдельные случаи, согласно правилам, обсуждать не могут. Истребители СУ-35, которые примут участие в совместных с Белоруссией учениях «Союзная решимость» стартовали с аэродрома в Хабаровском крае. Экипажи ВКС России отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы и совместную подготовку к новым вылетам. Проверка сил реагирования союзного государства пройдет в феврале. Среди задач охрана границ воздуха, защита важных гражданских и военных объектов средствами ПВО, противодействия внешней агрессии и террористическим угрозам. На этом все. Спасибо, что были с нами. Сейчас в эфире Первого канала программа «Сегодня вечер».